Привет друзья! Вот в этом уле зимой у меня погибла пчелая семья. Я его буду использовать для того, чтобы поймать новый пчел в качестве ловушки. Внутри я все обжег огнем, стенки, рамки. На прилетную дощечку пыльцесборника я приклеил два кусочка с прополисом, который будет на солнышке плавится, издавать запах и этот запах очень хорошо действует для того, чтобы привлечь пчел. Вот видите вот этот налет коричневый, это все свидетельствует о том, что в данной уле уже летали пчелы воровки и вытащили оттуда все что можно. Лапки они после этого не вытирают и оставляют вот такую грязь, как поросята. Здесь с этим улем ситуация аналогичная, также уже он разворован и собран для того, чтобы поймать пчел. Вот проверим, что вперед поймает пчел ловушки, которые я поставлю на дерево в лесу, либо те, которые будут стоять на участке. Для ловли пчел использую такую ловушку, с фронта у нее два литка, верхний и нижний. Внутри у меня расположен вот такой холстик, который я укладываю специально в рабочей улей для того, чтобы они его хорошо запрополисовали. Рамки у меня стоят ненужные, в каждой ловушке какие-то сушью, какие-то просто без всего. Пчелам это не важно, они принимают любые рамки. Сейчас это все закроем замечательным запрополисованным холстиком. Также просверлено вот такое отверстие на 9 миллиметров, это для того, чтобы сквозняком весь запах прополиса и воска с легкостью выдувался, по полянкам летел и пчелки его ловили и прилетали в нашу ловушку. Сейчас закроем крышечкой и поедем в лес. Всю дорогу снимать я конечно не стал, видео и так длинное, дальше идем пешком, так как места болотистые, очень много воды и лужи на дорогах, чтобы не просидеть в ней, оставшийся вечер прогуляемся. Ну вот болото мы прошли, вышли на замечательную полянку, на которой стоит вот такая сосна. Здесь я и ставлю ловушку, который год. Здесь сейчас цветет черемуха немного и вот это яблоня зацветет. Также зацветет вот эта замечательная полянка, здесь много цветов, я сюда раскидывал доник и клевер, семена. Три года подряд я здесь снимаю по два-три роя за лето. Три. Три GRANT. Продолжение следует... Ловушку на дерево я поднимаю с помощью веревочки, на которой у меня есть вот такой карабинчик. Теперь вперед-наверх. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, ловушка поставлена. Вот так вот стоит ловушка. Сейчас она будет работать. А мы пойдем дальше. Нужно поставить, успеть, пока не села солнце, еще одну ловушку на соседнем поле. Погода стоит просто прекрасная, птички поют, очень тепло. Пчелами я занимаюсь ни много ни мало. Девятый год. Занятие очень интересное. Очень оно мне нравится. Конечно, когда купил я поначалу своей пчелиной карьеры среднерусских пчел, два пакета, имел такую неосторожность. С ними я, конечно, все проклял. Это не пчелы, это просто убийцы. Они нападали, просто проходишь в двух метрах от улья, не лезешь туда даже, просто проходишь. Нападает, как бешеные. Ну, а когда к ним лезешь, пытаешься посмотреть, даже не помогал дымарь, насколько я помню. Налетали, лезли в дымарь, прямо это не пчелы, это просто убийцы какие-то. Они грызли соседей, пришлось мне избавиться, конечно, от таких пчел. Держу я сейчас Карпатку. Ну и, в принципе, которые пчелы мне попадались, в принципе, тоже все спокойные. Скорее всего, и другие люди тоже держат Карпаток, так как никому неохота быть ужаленным. Красота, даже неохота уезжать из леса, но ехать надо. Вот, друзья, второе дерево. Оно не такое хорошее для подъема, как первое. Поэтому здесь нужен канат. Ганат. Ганат. Грозный. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...